В Тверской области определили имена лучших юристов. Заслуженные награды они получили на торжественной церемонии вручения премии, которая состоялась в нашем регионе уже в десятый раз. Наша съемочная группа побывала на юбилее. Десять лет назад юристы Верхневолжья приняли решение учредить премию, в ходе которой награждали бы лучших по итогам года. Но и соискания могут претендовать все, кто так или иначе причастен к профессии. Частные адвокаты и сотрудники правоохранительных органов, чиновники и законодатели. Среди критериев, по которым определяют лауреата, не только количество выигранных дел. Это может быть и авторитет, это может быть и сложное дело, это может быть и участие в проектах наших наставничеств, ведь нужно формировать новое поколение юристов. Здесь много критериев. Единства, чтобы был какой-то шаблон, нет. И, наверное, в этом тоже уникальность нашей профессии. Победители называли в семи номинациях. За вклад в развитие судебной системы, за оказание бесплатной юридической помощи и ряде других. Премию за правовое просвещение в этот день получила Ольга Градова, которая специализируется в сфере земельного законодательства. Земля, я так считаю, и, наверное, так и есть. Это фундамент для любого институционного проекта, и в том числе для основополагающего, можно сказать, момента права частной собственности. Любопытная деталь. Выступая с традиционным поздравлением, один из вип-гостей праздника признался, что 10 лет назад ему не пришлось по душе идеи учреждения премии «Юрист года». Однако время показало, что это была хорошая мысль. И теперь можно не сомневаться, что в следующем году в Твери состоится и 11-я церемония. АПЛОДИСМЕНТЫ